Бывает так, что попадая на одно место работы, ты начинаешь его углубленно изучать. Это тот самый случай, это программа «Дело по плечу», и мы снова отправились на мойку на плотине, чтобы до конца выяснить, кто же такой детейлер. Сегодня будем чистить машину снаружи. Пойдемте, узнаем, как это. Рассказывает мне по-прежнему о работе детейлера будет Дарин. Дашка, привет. Привет, Кирилл. Даш, что в этот раз будем делать? Расскажи-ка мне. В этот раз мы будем убирать ржавчину, мыть машину. То, что мы делали в прошлый раз внутри, вот теперь надо сделать красивую снаружи. Конечно. Я, правда, свою машину не пригнал. Нам будет на комнате испытывать. Да, как раз подъехал наш клиент. Отлично. Давай тогда отойдем от бокса, пусть заезжает и начнем. Давай. Поехали. Дарья, ты уверена, что у этой машины есть ржавчина? Есть. У любой машины есть ржавчина. У любой машины. Очень страшно трогать руками такую дорогую машину. Да ладно, что я? Я на газонокосилке за миллион катался. С этим справлюсь. Пойдемте, начнем. Как видишь, тут очень много мошкары, которые нам надо отмыть в обязательном порядке. То есть битум, который также нам надо отмыть. И также внимательно осмотреть диски на предмет ржавчины как раз. То есть, грубо говоря, мы сейчас должны с тобой хорошо-хорошо-хорошо вымыть машину? Да. Окей, с чего начинаем? Начинаем с того, что надо смыть все. Сейчас Даша включит мекерхер. Все, помешаем. Надо от крыши вниз или наоборот, от снизу? С пола. Даша, я, в общем-то, короче, я помыл. Нет, Кирюш, на самом деле все дело обстоит немножко по-другому. Ты не настолько еще опытный. Ну давай, я сейчас приглашу опытного умойщика, который намоет машину. Отлично! Чего я больше все люблю, так это смотреть, как люди работают. Погнали! Даша, можно же доверять человеку, молодому человеку, такую дорогую машину? Конечно. Он профессионал своего дела, он знает, что, как делать. Сколько у него, сколько ему надо времени, чтобы помыть машину? Ну, на мойку максимально. В принципе, у него уходит 25 минут. Именно на мойку. Быстро, удобно, круто. 25 минут и шпи уехал. Да. Круто. Вместе с сушкой и... Да, да. Вместе с обработкой. То есть, проводили эксперимент, то, что ставили ограничения по времени на кроссовер, на серебро. То есть, комплекс серебро – это мойка с просушкой, с покрытием холодным воском, плюс пылесос и плюс обработка пластика. Машина также принималась мной и отдавалась, перепроверялась качество. То есть, отдавалась также мной. И 34 минуты. 34 минуты на все про все? Да. Один человек. Один человек. Сделано, чтобы было идеально. В фига себе. Мастерство мойки местные специалисты отточили до высшего уровня. Выверенными движениями ополаскивают машину, дозировано наносят шампунь, обрабатывают губкой и смывают. За работой мойщиков тут приятно наблюдать. А главное, за машину ни капельки не страшно. Даш, я же правильно понимаю, что вот это не финальный вид машины. Потому что я вижу еще вода на стеклах, ну и, грубо говоря, еще не до конца, не до кондиции доведена машина. Да? Или так отдадим? Нет, так мы не отдадим. То есть, у нас здесь еще надо нам убрать битум в обязательном порядке. Так. Плюс, смотри, то есть по всему корпусу также ржавчина имеется, которую мы также сейчас будем убирать. Это вот это, к камушке попадает, да, наверное, подскалывают лактарасочное и появляется ржавчина. И плюс это пыль с тормозных дисков. То есть, вот это все мы сейчас тоже с тобой будем убирать. Чем будем это делать? У нас есть для битума отдельное средство. Так. То есть, и вот для такого налета именно, как ржавчина, у нас есть другое средство, в котором мы все это будем убирать. И такое средство можно купить в магазине? Такое средство у нас в городе не продается, но, к сожалению, где именно мы его приобретаем, сказать я не могу, поскольку это коммерческая тайна. Это цветое. Ладно, давай начнем что-нибудь делать. Начнем мы вот с этого средства. Это то самое хитрое средство для удаления ржавчины. И сразу видно, как средство начинает работать. Сразу там, где были небольшие ржавчины, пятнышки ржавчины, точки, сразу появляются фиолетовые... Фиолетовый цвет оттенок. Да, подтенки фиолетовые. Вот, вот, вот. И вот. Мобиль только что мы помыли его и шампунем, и водой ополоснули, но прошлись тем самым хитрым средством. И, как сказали ребята, убирает оно не просто грязь, а ту самую грязь, которая въелась в краску, ту, которую отмыть было невозможно. То есть клиент заберет этот автомобиль суперчистым. Не просто ничего, а суперчистым просто. Будет гордиться ездить. Смотрите, видите, как много всего. Уф. С заботой о каждом клиенте. Вот так прям хочется сказать, когда приезжаешь сюда на эту мойку. С заботой о клиенте. Потому что нежно, как свою моет машина. Ну, когда я еще смогу побаловаться керхером? Уи-и-и! Профессиональная мойка, профессиональная сушка, профессиональная химия. Здесь все профессионально. Сюда хочется приезжать. Потому что здесь заботиться о машинах, как о своей. Так, ну что, Даша, мы с тобой убрали все те маленькие в детстве все грязные пятна, которые были. Прошлись еще раз водички, все убрали. Теперь нам надо убрать вот то страшное битумное пятно. Для этого нам нужна сухая поверхность. У меня есть вот это... Ладно, сгон. Усы надежды. Ладно, погнали. Если в прошлый раз у нас было какое-то хитрое средство, то теперь это обычно можно купить в магазине и пользоваться самолетом. Да, да, да. Вот, кстати, уже сразу можно посмотреть, как средство специальное убирает битумное пятно. Оно уже начало плавиться. Видите, подтек пошел. Вот, это оно. Знаете, в чем прелесть работы Детейлера? Хотите объясню? Да, конечно, хотите. У вас выбора другого нет просто. Прелесть работы Детейлера в том, что ты сразу видишь и результат своей работы. Сидишь такой, были черные пятна, ты их хоп-хоп-хоп, убрал, все, машина красивая, ты понимаешь, да. Вот все было не зря. В этом, наверное, особенный кайф работы делать машину чистыми. Круто. Ну, что, смываем? Все. Все, от битумных пятен я эту машину избавил. Дальше что? Все, выгоняем? Нет, смотри, у нас здесь еще остатки реагента. Я думал, это уже неотмываемое. Нет, это мы тоже убираем. Да ладно? Да? То есть мы сейчас это уберем? Да, мы сейчас это также уберем. Поехали. Минуту трения и вот этот вот след серого такого неприятного цвета ушел. Это для избранных или для всех? Абсолютно для всех. И это можно заказать? То есть это можно помимо мойки сказать, ребят, я бы еще вот от этого с удовольствием бы избавился. Конечно. Легко, оставляйте машину, будете забирать ее чисто и без дела с удовольствием. Да, 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 да. Блин, что может быть лучше? Смываем машину, наносим воск, пора отдавать клиенту. Гостям на автомойке на плотине всегда рады. Работают они без выходных и обеда с 8 утра и до 9 вечера. Ребята постарались и создали приятную, лояльную клиентам систему цены и услуг. Цены не кусаются и всегда можно получить приятные бонусы. Проверила на себе, чего и всем рекомендую. Давай небольшой итог подведем, можно ли такую машину отдавать клиенту или еще что-то надо сделать? Ну, только подтеки убрать и все. То есть осталось убрать только подтеки и все? Да. На все про все у нас с тобой ушло времени, ну, в районе 40 минут, наверное, примерно, да? Мы с тобой, конечно, в программе уложили всего в 10, на том и телевидении, собственно говоря. Спасибо большое еще и за этот маленький ликбез. Ну и до новых встреч. До новых встреч, Кирилл. Ура. Субтитры подогнал «Симон»!